Итак, дорогие друзья, что мне удалось выяснить вот за тот промежуток времени, пока я находился в Миргороде? Первое-наперво у меня очень большая просьба ко всем моим подписчикам, к друзьям, к френдам. Если вы знаете такого депутата Верховного Совета, как фамилия Кулинич, у него округ как раз города Миргорода, мне бы очень хотелось, чтобы вы, кто его лично знает, связались с ним и дали мои контакты. Почему? Объясняю. Значит, господин Кулинич помогает центрально-районной больнице города Миргорода респираторами, защитными средствами и всем остальным. Сейчас я от медиков этой больницы, которые попросили остаться анонимно, узнал ту информацию, что господин Кулинич пишет в интернете, передано 6 тысяч респираторов, тысячу костюмов и всего остального. Медик буквально 3 секунды назад, с которым я сейчас общался, говорит, Антон, нам выдают 3 маски на день обычных, вот таких вот. Вот сейчас сразу показываю вам. Вот такие вот маски, видите, да? Это не респиратор, да, вы понимаете? Это не респиратор, это обычная маска, которая вот у меня висит здесь в качестве, вот она, видите, вот. Это не респиратор, это не 6 тысяч респираторов, которые господин Кулинич передал. У меня просто вопрос к господину Кулиничу. Я, честно говоря, не знаю, насколько это правда, так или не так. Возможно, вы ошиблись в цифрах, когда написали в фейсбуке, передали. Либо те, кому вы передали, украли то, что вы дали за ваши деньги. Господин Кулинич, ваши деньги украли и где-то кому-то продали. Поэтому у меня очень большая просьба тем, кто знает этого депутата Верховного Совета, знаю только фамилию Кулинич. Я абсолютно не знаю, какой у него округ, от какой он партии, вообще, как он выглядит. Я просто услышал только что от медика, что Кулинич передал такое-то количество масок, респираторов, защитных костюмов. Так вот, я вам скажу о том, что в этой больнице кто-то их своровал. Очень большая просьба, передайте ему мое сообщение. Пускай его помощники, если он сам не может, не хочет, со мной свяжется, и я ему всю информацию предоставлю, какое количество сейчас выдается на сутки медикам, которые работают в инфекционном отделении и все остальное. Теперь я вам расскажу еще один нюанс по поводу правоохранительных органов. Вот того мужчины, который заболел в Миргороде, его перевели в Полтаву. Сейчас его уже выписали, он уже вылечился. Ситуация в следующем. Он скрыл о том, что был за границей. Потом, когда ему стало плохо, это только что я услышал от медиков, это конкретно медики мне рассказали. Он попал в больницу, пробыл в больнице в Миргороде какое-то время и заразил медсестру, которая больна с сахарным диабетом. На секунду. Сотрудник правоохранительных органов скрывает информацию о том, что он был за границей, в Египте, попадает в больницу и заражает медсестру. Женщине 40 лет. Она сейчас на самоизоляции дома. У нее с сахарный диабет. Она еле справляется со своим здоровьем. Получается какое-то изнестижение писец, чтобы не сказать пиздец. Вот реально я вам скажу. После этого заражается дежурный врач от медсестры, которой около 70 лет. И она сейчас в тяжелом состоянии в Полтаве инфекционной больнице. Заражаются три лаборанта. И они сейчас на самоизоляции дома. И получается, правоохранительные органы, почему теперь возбуждают уголовок, сейчас пока административку на одного из врачей, который репостнул, помните, мой пост по поводу СБУшника. Так вот теперь пазл складывается. Я не знаю, что за товарищ СБУшник вот тот вот, в какой он должности, но, скорее всего, он непростой. Знаете, как инспектор, следователь и все остальное. Какую-то он должность занимает. Но, опять же, так низко в Египте. Ну, блин, ну СБУшник в Египте. Ну, как-то совсем не так. Обычно мы привыкли Мальдивы, Куршавели и все остальное. А тут Египет, возможно, в начальном этапе. Мне бы теперь очень бы хотелось бы узнать фамилию сотрудника правоохранительных органов. Потому что у нас с некоторыми моими друзьями в центральном аппарате СБУ теперь будут вопросы к полтавскому СБУ. А что ж, дорогие мои, происходит в городе Полтава? Почему СБУшник, пока, скажем, сотрудник правоохранительных органов, скрывает о том, что он был за границей, попадает в больницу, заражаются люди, медперсонал, а теперь этот же медперсонал ставят на колени, делают административку, паяют за то, что они репостят видео. Так вы теперь сами палитесь, понимаете? Насколько я раньше уважал сотрудников СБУ за то, что они все делают профессионально, четко. Я когда смотрю какие-то новости, какие-то там вот всю эту, думаю, блин, красавцы. Красавцы, да, там накрыли агента Кремля, закрыли там того-то, да, там споймали там какого-то диверсанта. А что же происходит по факту? Вы так палитесь? То есть, получается, сотрудник СБУ, правоохранительных органов, не важно сейчас, кто ты, мне все равно, тебя вылечили медики, а теперь ты ставишь на колени этих медиков. Ты не боишься эту карму. Реально, это будет просто жесткая карма тебе и твоей семье за то, что ты вылечился сейчас, тебя вылечили медики, и ты же ставишь их на колени. Ну, это вот ты как нормальный человек, ты считаешь, что это нормально? Ты в курсе, что медсестра на сахарном диабете, у которой сахарный диабет, считаешь, что это практически смерть. Если она не вырулится, дай бог, чтобы она вырулилась, то ее смерть будет на тебе. Я понимаю, может, тебе все равно, да, ты уже не одну смерть сделал в своей карьере и людям, но поверь, это будет очередная смерть медсестры на твоей шкуре и на твоей совести и на совести твоих коллег. Потому что ты скрыл факт того, что ты был болен, и ты приехал за границей, ты не сделал все по протоколу, и ты заразил людей. А теперь ты же повлиял на сотрудников больницы, чтобы эта информация скрылась. Я так понимаю, ты работаешь, скорее всего, где-то в К9, может, да, или есть такие отделы засекреченные, и ты можешь влиять на это все. Но как такое происходит? Как можно медиков так подставлять? Медики заражены. Медик сюда приходит, она стоит, дергается, нервничает, 350 раз крутится, говорит, Антон, вы не снимаете меня? Я говорю, да не снимаю, я у вас, телефоны лежат у меня в машине. Говорите, как она есть. И она мне все четко по полочкам раскладывает и говорит, у нас эта информация засекречена. Постановлением чего информация засекречена? Вот мне реально, я хочу просто узнать. Вот когда-нибудь это все вылезет наружу. Вот я реально, я жду этого момента, когда наконец-то СБУ возьмется за гнилых своих сотрудников, которые вот это все сделали, и все-таки их посадят. Вот на самом деле посадят. Как это должно быть? Когда нам обещал Владимир Александрович, посадки будут, я очень надеюсь, что посадки будут не людей, которые не молчат, не медиков, которые, несмотря на все гонения, они лечат. Они предоставляют помощь. И они первые, кто работают. А знаете, почему девочка, медсестра заболела? Потому что она была даже без маски нормально. Она общалась с этим право с другом правоохранительных органов, и он ей слово не сказал, хотя бы отойди от меня. Мало ли. Он боялся за свою шкуру, чтобы не умереть. И Господь Бог его вытащил. Так может, если тебя вытащил Господь Бог, помоги теперь. Реально, помоги теперь этим медикам. Не надо светиться. Я тебя не прошу сейчас сказать, извините, мои любимые медики, просто возьми и сделай так, чтобы была помощь финансовая медсестре, которая с сахарным диабетом. И той женщине, которая сейчас в тяжелом состоянии в Полтаве. Врач-терапевт дежурный. Потому что она схватила так же самое от этой медсестры. Я уже не говорю про трех лаборантов, которые дома сидят на самоизоляции. Добейся хотя бы справедливости. Сделай так через других людей. Есть много каких-то медиков других здесь. Есть, скажи, позвони, дай денег. Не поед ты в гребаный Египет, но помоги этим медикам. Услышь меня. Я не знаю, кто ты. Не хочу знать. Почему, куда я бы не приехал какой-то из земли? Пиздец. И причем, пиздец, извините за выражение, не только в больницах, а во всей этой системе. Вот реально в системе. Вы думаете, что? Что вот так вот оно будет всю жизнь, вечно? Одна занимается непонятно... Я не знаю фамилию, Олег. Я без понятия фамилию этого сотрудника. Все же молчат. Все боятся что-то сказать. Они просто говорят, да, это есть, да, это факт, но мы не знаем фамилию. И даже если бы знали, я боюсь за свою семью, я здесь живу всю свою жизнь. И вы понимаете, Антон, вы уедете, а нас здесь убьют. Я их это понимаю, что их на самом деле, понимаете, это город маленький, миргород. Они вот сейчас вышли и грохнут. Машина собьет какая-то, а-ля, будет ехать пьяный алкаш. И все, и вопрос решится сразу же. Вот вы понимаете? Я очень надеюсь, что меня СБУ смотрят. Раз они тогда взяли мое за первое число видео, перекрутили это все и сделали 173 статью врачу, то, скорее всего, я думаю, что меня это сейчас сотрудник СБУ видит. Так вот, я хочу, чтобы ты посмотрел мне в глаза. Ты такой же человек, как и я. Поверь, сегодня ты СБУшник, а завтра ты можешь быть обычным человеком. А послезавтра я могу быть СБУшником, сотрудником СБУ, либо сотрудником очень сильного какого-то отдела. Поверь, жизнь непредсказуемая. И вот тогда, если ты до этого момента не справишься, я тебе говорю серьезно, я сделаю так, что ты будешь работать с утра до вечера дворником. Если ты не поможешь этим медикам, помоги и, по крайней мере, хоть кармочку себе поставь плюсик, и твои дети и жена и родственники будут тебе благодарны, потому что ты же заразил медиков, а теперь твоя же служба делает так, что все молчат об этом и все зашуганы и перешуганы. Нельзя молчать, ребята, нельзя молчать. Вы видите, что медики по чуть-чуть, по чуть-чуть раскачиваются, да, я понимаю, что мне это стоит огромных трудов раскачать эту лодку гребаную, чтобы вы начали говорить. Мне приходится встречаться бляха-муха на кладбище, понимаете, на кладбище, где нет никого, чтобы поговорить с медиками. Вы представляете, абсурд всей этой ситуации. Я не могу приехать под больницу и поговорить. Я езжу, понимаете, по телефону, меня как СБУ ведет, знаете, вот так, поверни здесь, поверни направо, поверни налево и стоят люди, которые фиксируют и смотрят, чтобы за мной не было слежки, чтобы со мной поговорить. Это что? Извините, что это? Я уже постучу себе по голове. Это бред какой-то. Согласитесь, это реально какой-то бред. Когда медиков заразили, и медикам же говорят молчать и запугивают их. Более того, уже когда только моя машина сюда заехала, были все предупреждены, абсолютно все, что есть гура, молчать, не выходить, все на работах. Песец, президент приехал, понимаете, твою мать. Гура, президент приехал, все разбежались по нычкам. Я не президент. Я обычный украинец, который хочет правды. Который реально хочет так, чтобы в этой стране могли люди жить, а не существовать. Вы понимаете? Сегодня меня встретил велосипедист, мир говорит, и говорит, это ты, Антон? Я говорю, да, это я. Он такой, скажи, за тобой же СБУ стоит, за тобой мусора стоят. Вот я говорю, как он есть. Я говорю, с чего ты так взял? Он говорит, ну а как, если ты на СБУ так говоришь? Они тебя еще не убили. Логика железная. Если я говорю правду, если я говорю о том, что какая-то хрень творится, то меня СБУ должно убить. Вы представляете, насколько народ уже, вот просто уже все передумал, и у него уже понятия правильности, понятия какой-то жизни нет у человека. Все, люди думают, что либо я офигенный какой-то чувак, у которого куча бабла, какой-то олигарх за мной стоит, СБУ, полиция и все остальные, либо я просто непонятно кто, знаете, как Господь Бог спустился с неба и хожу здесь, что-то там вещаю. Ну нельзя так, ну, блянь, ну я не понимаю. У меня, честно говоря, вот сколько бы я никуда не ездил, у меня постоянно какая-то такая, знаете, вот такое состояние дурное, что мне кажется, это страшный сон. Это реально страшный сон. И вот я сейчас проснусь, вот прямо сейчас проснусь и все будет хорошо. Но нет, каждый раз я просыпаюсь, утром я понимаю, что я проснулся в этом снижении. Снижение. Я вот не хочу материться, потому что дети меня смотрят. Это какой-то сумасшедший звездец в этой стране. И он просто продолжается все дальше, дальше, дальше. Более того, завтра я специально приеду в Миргород на 16.30 и буду здесь в суде. Я хочу посмотреть в глаза этому судьи, в глаза этому участковому. Еще мне очень бы хотелось, господа избушники из Полтавы, приедьте в Миргород на 16.30. Я хочу с вами также пообщаться. Спросите меня лично, если у вас вопросы какие-то есть. Чего вы медиков зашугиваете? Почему вы боитесь со мной поговорить? Почему вы как, знаете, как крысы какие-то, которые вот там вот, вот есть люди-крысы, которые смотрят тебе, улыбаются, а за твоей спиной они гадости говорят? Так вот вы мне напоминаете маленьких мальчиков, таких, знаете, школьников, которые вот дергают за косички девочек за юбки. А ничего сделать не могут. Точнее могут, но не хотят. Вы можете сделать так, чтобы в этой стране было по-другому. Вы же можете. Я же знаю, что вы можете. Вы просто этого не хотите. Вам просто это не нужно. Хотя вы живете в этой же стране. И вашего сотрудника лечили эти медики, которым теперь вы сказали сидеть и молчать, потому что они заболели. Это абсурд, это все ситуации. Знаете как? Это называется я отрублю себе руку. который меня кормит. Или я сижу на каком-то дереве, на сучке этом, и пилю себе этот сук, понимаете, вот, возле окончания дерева, потому что я грохну скоро. И вот вы пилите, пилите, и не понимаете, что вы творите. Вы настолько стали сцикливые, что продажные, сцикливые, что вы просто уничтожаете самого себя. вы думаете, что медики будут вот так вот работать? Да если она не вычухается с болезни, дай бог, чтобы она вычухается, она уйдет отсюда. Она вторая, третья уйдет, и дальше, когда твой ребенок заболеет, или твоя жена заболеет, твоя мама заболеет, или папа, хрен кто вылечит. Будешь вот такими слезами плакать на могиле, на кладбище, и молить Бога, говорить о том, что какого хера я тогда в свое время это сделал? Зачем я это сделал? Вы этого не понимаете своей головой. Я это вижу каждый божий день в разных частях Украины. Вы можете оследить мои маршруты. Вы уже видели, что я был в Харькове, в Измаиле, в Одессе, в Закарпатье. Я везде был, и везде один и тот же звездец. Полнейший звездец. Просто, знаете, как абсолютный звездец, которому никому ничего не надо. Все зашуганные, все перешуганные, и все просто, вы знаете, как живут, называются одним днем. Да хер с ним. Да сдохнем, да и сдохнем. Да нет медицины, да и хер с ним. Да есть там эта реформа гребаная, которая нашим по ушам. Да пускай она так и будет. Да нет денег, да и хер с ним. Будем доить дойных коз, вот этих, которые вот сейчас сидят в интернете и ходят по улице. Мы же дойные козы. Такой вот этих дойных коз молоко заканчивается. А когда заканчивается молоко, тогда начинают прострелы проходить в голове. Знаете, когда у человека нет возможности зарабатывать денег, и у него нет денег, и нечем платить, он начинает проявлять животный инстинкт. И когда этих животных инстинктов ставят миллионы, поверьте, вы будете отсюда бежать, как сраные веники. Только вам некуда будет бежать. Вас на границе перестреляют. Ваши же коллеги как предатели родины. И вы будете им платить деньги, чтобы сбежать отсюда. Все, будете знать. Ту информацию, которую рассказал, она а-ля засекречена. И никто вот так вот никогда не скажет. Более того, завтра я представляю, что будет в городе миргороди. Все эти, если как их там, СМИ скажут, ура, сделал очередной фейк. Он надумал. У нас в городе все хорошо. Мир, труд, май. Никаких болезней нет. И мы все классные, передовые. Пошли дальше. Сидеть на карантине дома и молчать. Ну, как-то так это будет. Я уже вангую. даже. Потому что я понимаю, что вот эти все журношлюхи, я их называю, понимаете, мне уже так это достало. Блогер-шлюхи и журношлюхи. Вот сейчас это такая, разделились два этих. Больше нет нормальных. У нас нет абсолютно нормальной, не заангажированной какой-то там СМИ. Все под каких-то политиков. Один канал одного, второй канал другого, третий канал третьего. И вот так оно везде. На-да-е-ло. Вот мне это реально надоело. Хотите, делайте криминальные мне эти уголовные дела. Вы мне больше сделаете популярности во всем мире. Поверьте, чем больше уголовных дел, тем больше у меня будет расти популярность не в Украине даже, а в мире. Реально в мире. И завтра я сделаю прямой господин судья города Миргорода, который завтра будет вести дело против медика. Я сделаю прямой эфир. Попробуйте только закрыть. Я буду делать эфир тогда под кабинетом. Но поверьте, каждая слеза человека будет на вашей семье. На вашей семье. И вот эти копейки, которые вам рот затыкают, да, СБУшники звонят, прокуратура позвонят. И бабки, которые вам всунут в рот, оно все вылезет вам просто чернотой когда-нибудь на вашу семью. Вы этого не можете понять. Деньги еще никогда не приносили на самом деле счастье. Они приносят в основном только несчастье. И вы будете несчастливы. Обратите внимание на задний план. Что там у меня? Кресты стоят. Так вот, вспомните, что все мы смертные и вот там вот будем лежать. Судья, прокурор, активист, президент, не президент, все мы там когда-нибудь будем. Знаете, как без денег, без одежды, без золота, просто кусок неживого мяса с костями. Вот и все. Пока у вас есть возможность что-то менять, господа судьи, господа прокуроры, господа из СБУшники, попробуйте поменять, попробуйте помочь. Еще раз обращаюсь уже напоследок к тому сотруднику прокурором. Помоги медсестре, которая сейчас болеет сахарным диабетом, благодаря тебе заболела на ковид. Если ты не понимаешь, что сахарный диабет, он сильно иммунитет понижает, то она не выкарабкается нормально с этой болезни. Помоги ей. Дай ей денег, чтобы она покупала антибиотики и выкарабкивалась. У нее зарплата 3000 гривен. Я уверен, что у тебя больше. Помоги. И будь человек. Все. На сегодня закончили. Завтра встретимся в эфире в суде.